Всем привет, с Вами Юлия и мой факультет рукоделия. Ни для кого не секрет, что трендом этого сезона стали давно забытые сумки Авоськи, с которыми еще наши бабушки и мамы ходили за продуктами. Они стали популярнее новомодных клатчей и шопперов. А вместить в эту сумку можно все, что угодно. И я предлагаю сделать такую своими руками. Моя Авоська получилась очень объемной, к тому же она сильно растягивается, поэтому в мастер классе я буду озвучивать количество петелек, которые набрано у меня. А Вы можете сами регулировать размер своей будущей Авоськи. Для вязания нам понадобятся хлопчатобумажные нитки. У меня это Жасмин, пряжа из Троицка, в матке 280 метров и 100 грамм. Для моей Воськи нужно будет два таких моточка. Я выбрала меланжевый цвет номер 7097. Изделие из таких ниток получится ярким, оригинальным и идеально впишется в летний гардероб. Вязать мы будем крючком 3 мм. Вязание начинаем с передней планки сумки. Я набрала для нее 32 петли и у меня получилась косичка длиной 17 см. Мельчить в этом месте не надо, поэтому советую придерживаться такого же размера. Теперь начинаем вязать второй ряд. Разворачиваем косичку и находим на задней стороне петли бугорок, вяжем в него столбик без накида. Именно за эти бугорки я советую провязывать все столбики этого ряда для того, чтобы край планки выглядел красиво. Если Вы будете вязать именно так, у Вас по краю получится вот такая косичка. Вяжем так до конца ряда. Теперь делаем петлю подъема, поворачиваем вязание и начинаем вязать столбики без накида подобие дольки косички. Вяжем так до конца ряда. Затем снова разворачиваем вязание и продолжаем вязать ряды, чтобы сформировать планку. Я провязала 6 рядов, Вы можете регулировать ширину планки, добавляя или убавляя количество рядов. Начинаем вязать ячейки авоськи, набираем 7 воздушных петель, разворачиваем вязание и с помощью столбика без накида закрепляем ячейку в следующей петле. Снова провязываем 7 петель и закрепляем столбиком. В результате у Вас должно будет получиться ячеек на одну меньше, чем было столбиков без накида в предыдущем ряду. Разворачиваем вязание и начинаем второй ряд. Набираем 7 воздушных петель и провязываем столбик без накида в первую арочку или в последнюю арку первого ряда. Снова вяжем 7 петелек и присоединяем их ко второй арке. Вяжем таким образом до конца ряда. Не забывайте пересчитывать ячейки, во всех рядах должно быть одинаковое количество арок. Вот у нас провязан второй ряд до конца. Последняя ячейка присоединяется в первую ячейку первого ряда. Дальше мы снова вяжем 7 воздушных петель, разворачиваем вязание и присоединяем их столбиком без накида в последнюю ячейку второго ряда. Продолжаем вязать так остальные ряды, в зависимости от желаемой длины авоськи провязываем от 50 до 70 рядов. Итак, вот планка, с которой мы начинали, а дальше я провязала 64 ряда ячеек. Для моей авоськи такой длины хватит. Для того, чтобы проверить длину, нужно сложить вязание пополам и растянуть его, потому что под тяжестью вещей ячейки авоськи будут сильно вытягиваться. Теперь нам нужно связать вторую планку. Делаем одну воздушную петлю и провязываем в первую арку столбик без накида, во вторую ячейку за серединку снова провязываем столбик без накида. Собираем таким образом все ячейки, которые провязаны в ряду. Итак, мы собрали все ячейки и теперь будем вязать саму планочку. Делаем петлю подъема, разворачиваем вязание и в каждую петлю провязываем столбики без накида. Таким образом вяжем столько же рядов, сколько было в первой планке. У меня в обеих планках получилось по 6 рядов. Теперь нам нужно на первой планке связать ручку, оформить боковую сторону авоськи, затем связать вторую ручку и вернуться к началу вязания. В месте, где мы закончили вязать планку, на краю делаем цепочку из воздушных петель для ручки. Я набрала 100 петель для того, чтобы авоську можно было свободно повесить на плечо. А Вы можете самостоятельно определить, какая длина ручки Вам нужна. Присоединяем цепочку ко второму уголку планки столбиком без накида. Первая ручка готова. Сейчас в каждый ряд планки сбоку провязываем столбики без накида. Я провязала 6 столбиков. Теперь делаю одну воздушную петлю и провязываю в первую ячейку боковой стороны авоськи столбик без накида. Таким образом мы собираем и оформляем авоську по бокам. Снова делаем одну воздушную петлю и столбик без накида. Вяжем так до второй планки. Провязываем столбик без накида в последнюю боковую ячейку, делаем воздушную петлю и снова провязываем столбики без накида с торца планки. Теперь формируем вторую ручку. Вяжем цепочку из воздушных петель и присоединяем ее столбиком без накида к противоположному углу планки. Снова провязываем столбики без накида по боковой стороне планки, затем собираем боковые ячейки так же, как делали на другой стороне авоськи. Провязываем воздушную петлю и столбик без накида. Чередуем их до конца ряда. Затем во втором ряду продолжаем провязывать столбики без накида в круговую. Обвязываем ручку, боковую сторону, вторую ручку и вторую боковую сторону. Таким образом вяжем по кругу до необходимой ширины. И у нас получится, что ручки и боковые стороны авоськи будут оформлены так же, как и вот эти планки. Вот такой толщины получились ручки. У меня здесь 8 рядов, на мой взгляд это оптимальная ширина. Ручки получились надежными, не будут врезаться в плечо и боковые планки при такой ширине выглядят красиво. Я довязала до конца ряда и теперь обрезаем ниточку и вытягиваем ее. Заводим крючок в следующую петельку, захватываем нить, а затем снова выводим ее через ту петлю, из которой выходила ниточка. Таким образом у нас получилось практически незаметное место соединения. Теперь прячем ниточку среди столбиков, можно сделать где нибудь узелок и обрезаем лишнее. Вот какая авоська у меня получилась. Яркая, модная и такая вместительная. Складываем в нее все самое необходимое и идем гулять. Надеюсь Вам был понятен мой мастер класс. Если возникли вопросы, задавайте их в комментариях, а также пишите отзывы о мастер классе или просто что нибудь пишите. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал и мы с Вами увидимся в новых видео. С Вами была Юлия и мой Факультет рукоделия. Пока, пока.